Алгоритм блокчейн монеты Акрона устроен так, что цена каждой последующей сгенерированной монеты выше цены предыдущей. Поэтому курс монеты ООН будет всегда расти. И чем больше открывают кошельков и покупают монет, тем быстрее он будет расти. Но не все так просто. Почему-то многие люди считают, что если монета не прошла листинг на бирже, то это и не монета вовсе. У меня на этот счет другое мнение. Как только у монеты появляется достаточно большое количество пользователей, комьюнити, и монеты выводят на биржевые торги, то появляется огромное количество трейдеров, которые желают превратить монеты в спекулятивный инструмент. В таком случае курс монеты может уронить небольшая группа людей, у которых достаточно большое количество монет. Все, что для этого необходимо сделать, выставить ордера на продажу по заниженному курсу, и люди начнут паниковать и скидывать свои монеты заодно. В такой ситуации курс неизбежно упадет до какой-то определенной величины, и когда вернется к исходному значению, неизвестно. В такой момент кто-то продает, а кто-то скупает. У каждого свои интересы и своя стратегия. Трейдеры, которые начинают дампить монету, впоследствии, как правило, выкупают монету обратно. Кто в таком случае останется в плюсе? Подумайте. Поэтому на раннем этапе развития монеты я сторонник использования частных обменников, ОТС-торговли, а также продажи и покупки монет непосредственно между держателями в личных группах, чатах, сообществах. Такую торговлю называют P2P. Есть и другая сторона развития монеты при выходе на биржу. Листинг на бирже – это новые ресурсы, новые люди, которые знакомятся с монетой и возможностью сети ООН. Биржи нужны, но стоит ли торопиться с листингом? К тому же трейдеру, который будет работать с монетой ООН, выгоднее держать монеты на своем кошельке, а не на кошельке биржи. Насколько я знаю, выход монеты Акрона на биржу запланирован на 4 квартал 2019 года. Пусть каждый подумает, нужна ли биржа так быстро сообществу монеты Акрона. Продолжение следует... Продолжение следует...